Привет, Рэпчада! Это Рэпостал. Оксимирон выпустил «Смутное время» и люди охерели, во-первых, потому что это микстейп, во-вторых, потому что из 36 треков там только два новых. Если вы вообще не понимаете, в чем суть, я быстро вам объясню. Для начала нужно понимать, что в дискографии Оксимирона, кроме двух полноценных альбомов «Вечный жид» и «Горгород», есть два микстейпа. Микстейп само по себе очень непростое понятие, которое с каждым годом все труднее и труднее как-то объяснить. По сути, изначально это были какие-то пиратские проекты, то есть рэперы записывались на биты других рэперов и выкладывали бесплатно это в сеть. Например, популярный микстейп – это серия Dedication, диджея-драмы с Лил Вейном и недавно выходящего «Liv Lava & S.E.P.» А Мирон использовал микстейпы как сборники каких-то батловых куплетов, неизданных треков, которые он писал на протяжении нескольких лет. Все это было плотно смиксовано, один трек плавно переходил в другой, поверх этого еще были какие-то диджейские скретчи, звуки фоновые, ну короче. И на этих микстейпах непосредственно было, может быть, там от силы 4-3 новых трека. То есть все уже люди слышали, какие-то клипы выходили в разное время. И после выхода «Горгорода» в 2015, люди очень долго требовали Мирона выпустить третий микстейп, потому что многим нравится стилистика, и многие до сих пор считают второй микстейп, наверное, лучшим его проектом. Там есть любимая мной песенка «Гремлина», «Признаки жизни». Короче, классика. Мирон долго отнекивался, говорил, что третьего микстейпа не будет. Третьего микстейпа не будет. И в конце концов, он на треке с Локимином «Горсвет» просто начал открыто стебать эту тему. Он все-таки решил его выпустить и собрал все свои куплеты за 7 лет. Да, там куча его фитов, включая «Безумие» и прочее, но только его куплеты. У меня была изначально задумка, говорю как есть, нарезать свои старые, вышедшие уже куплеты, гостевые участия, синглы, добавить пару незасвеченных. При этом оно также вот все плавно переходит одно в другое, не несет никакого концепта. И, естественно, люди все это уже слышали много-много раз. Новый трек «Мох» открывает микстейп, и это скорее тоже рефлексия насчет всех этих пройденных лет. 36 куплетов, как он говорит, и образ шамана, который, наверное, показывает психотерапевта, опять поиски себя. Все, короче, о чем он говорил на «Кто убил Марка». «Холесо» тоже новый трек, и он закрывает этот микстейп. Он как бы о беге жизни, о том, что все равно мы переживем все смутное время. Треки вряд ли можно назвать выдающимися, но просто приятно слышать новые куплеты от Мирона. В чем вообще суть этого микстейпа? Конечно, можно расценивать это просто как стёб. То есть вы хотели микстейп – получите. Никто не говорил, что там будут новые треки. А можно обратиться к словам Мирона из интервью, которые он говорил после выхода «Горгорода», о том, что микстейп 2 по сути полноформатный альбом, который он не хотел называть альбомом только потому, что готовил кое-что цельное. Ну и вышел «Горгород» потом. Для меня это такое подведение черты под всем, что он делал все это время. И намек на то, что нас ожидает опять новый, полноценный, цельный, может быть, концептуальный альбом. Как бы там ни было, получилась великая еврейская хохма. А вы, пожалуйста, напишите в комменты, что вы об этом думаете и подписывайтесь на нас в Инстаграме, в Телеграме, в Ютубе и молитесь за Рэппостал.